Доброе утро, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон. Вот не даю вам покоя, да? Ну, ребята, я стараюсь мотивировать вас на конкурс, в котором участвуют. А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки. И показываю, как с помощью простых средств, в общем-то, можно фотографировать неплохие вещи. Сегодня мы с вами посмотрим на совершенно такой классический натюрморт, то есть корзина, оттуда как бы полотенце, лежат яблоки, лежит маленькая айба, тут чуть-чуть красных ягод и красных листьев. Все, ребята, и вы видите, я снова развернул к себе, то есть не надоело делать плоские натюрморты, хочу объемные. Объемные получают тогда, когда мы поворачиваем доски к себе, допустим, да? Весь натюрморт разворачивается к нам. Ну и, как я и говорил, что без софтбокса можно обойтись слева. Вот достаточно. Я тогда посмотрел, все-таки пересветил мне немножко пришлось убирать. Здесь также стоит стрип, роль которого может играть кто угодно, и бьюти дичь. Ну, бьюти дичь красавица, конечно. Что там говорите, сейчас увидите. Пока для экономии времени я просто сейчас нажму на курочек, не ставя камеру на штатив. Давайте. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я надеюсь, что это как-то видно. И что у нас здесь? То есть, ребята, вот вам разминка. Ищу как посветлее сделать. Вот вам разминочка такая с утра. По большому счету мы могли бы быть уже этой корзиной удовлетворенной. Ну, она нормальная, все симпатичное, но давайте добавим немножко флеер. То есть, добавим осеннести такой. И, вы знаете, ну, надоедает все время один и тот же по цвету фон серенький. Ну, давайте сделаем что-то поинтереснее. Пошли. Вот эта картинка. В принципе, я говорю, она уже довольно-таки гармонична, да? Но почему бы нам не сделать, скажем так, из нее вот такое? Это смотрится более по цвету, как бы более художественно, да? В этом ничего нет сложного. Сейчас я вам это все покажу, спрячу это первонаперво. Сделаю копию, выведу наверх. Так. И первое, что мы с вами произведем, это замена фона. То есть, мы с вами сейчас откроем новый слой, возьмем вот эти цвета зелененькие, светло-зелененькие, неважно какого они там номера, на вкус выбираете. Берете теперь градацию и вот таким образом тянете. Старайтесь так, чтобы более светлый появился в середине. Вот видите, вот так вот постарался. Все. Теперь это есть. Далее. Мы пойдем и скажем, что нам нужен мягкий свет. Вот оно. Но это что-то чудовищно зеленое все, да? Поэтому мы с вами сейчас пойдем в балансы, накинем здесь желтого. Вот так. Еще маленько. Потом можно сходить вот в это. Такие цвета тут убрать. Насыщенность. Поискать еще вот примерно вот такой цвет. Да? Ну, насыщенность можно еще добавить. Вот так. Вот. Хорошо. Теперь все соединяем, все четыре слоя соединяем на одном. Готово. Смотрим. Вот так было, так стало. Окей. Так. Теперь следующее. Опять же. Делаем копию, подкладываем его в копию и начинаем тут с вами немножечко высвечивать то, что нам нужно. Потому что зелень кругом нам как бы не нужна. Итак. Берем маску. берем кисточковый градиент прозрачный, черный в этом случае. И начинаем вытаскивать наш матюрмотик. Вот так. 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 Но не перестараться, чтобы он у нас не вылез нигде. фон. Так. Аккуратнее. Если где-то не получается, берите кисточку и уже кисточкой проходить. вот так. Хорошо. Есть. Но проблемка в том, что, вы знаете, так все вроде бы нормально, да? Художники, правда, правила не используют только зеленый цвет, да? Они делают смеси там такие разные. И поэтому мы с вами сейчас тоже сделаем. Мы сейчас на всякий случай соединим. Сделаем еще одну копию фона. Соединяем это дело. фон. И теперь идем вот сюда. То есть. Что-то я вам скажу. 85-й. Вот так мы его накинули. Хорошо. И теперь можем сделать маску черную. Это Ctrl-I. Встаем на масочку. Делаем Ctrl-I, да? И теперь берем опять же этот градиент, только в этот раз белый и... И вот здесь начинаем так потихонечку, знаете, вот у нас и здесь вот так, как-то так, так, вот так. По яблочкам можно пройти. Они только приобретут. Хороший оттенок. Ну, здесь было лишнее. И теперь до 70 уменьшу. Вот так. Отлично. Соединяем. И то же самое можем теперь еще раз в общий накинуть фильтр. Вот так. И тоже убрать там, где она нам не нужна. Я сделал это потому, что у меня вот здесь под ручкой слишком зелененькое все. Поэтому нам надо это дело избежать мягко. Вот так. Есть. Соединяем. Так, смотрим, было, стало. Ладно, глядим на наши краски, которые находились под низом. Так, вот я вижу сейчас, допустим, мы можем теперь еще раз поставить маску. И вот здесь сильно зеленая, да, допустим, вот у меня доска, она получилась на сильно зеленую, да, я этого не хочу. Так же не хочу, чтобы на корзине было. Ну и вот тут оставлю, чтобы этот цвет хорошо соединяем. Теперь осталось последнее. То есть мы ведем до вот неузнаваемости, вот такой, да. Убираем. И сейчас просто подчеркиваем там, где это нужно с помощью белого радиента. Вот так, аккуратненько, без излишних. Помятуя, что у нас свет идет справа, то мы здесь справа и подсветим. И тут немножко листую, чуть-чуть так, да. Самое последнее, что я еще сделаю, я возьму, так, что-то у нас яблочко побито. Ну, у меня падает очень часто. Я сейчас возьму маленькую кисточку, вот так. И пройдусь еще вот здесь. О, только осторожнее, чтобы не появлялись вот такие полоски. О, видите? Так, соединяем. Я смотрю, я просмотрел одну. Так, видите, вот здесь вот. Вот в этом месте. Ну, тут ничего страшного, я просто сейчас возьму. Вот так. Штампик. И штампик мы сейчас все заделаем. Посмотрю еще. Так, ну что ж. Теперь смотрим на общую. Нужно ли нам его высветить. Так, тут мы все сделали. Хорошо. Соединяем эти два слоя, если мы уверены, что у нас все красиво, все прекрасно. И еще раз, мне кажется, тут угол совсем темненький получился. Поэтому мы его чуть-чуть высветляем. Вот так. Чуть-чуть. Чертно. И теперь уже белая краска. Вот так. Ну, вот и все, ребят. Видите, вот было у нас. На яблоки на цвет особо не повлияло. Но зато мы получили вот такую вот художественную картинку. Я надеюсь, что вам этот способ понравился. Используйте. Ну, вот и все, друзья. Я надеюсь, вам понравилось. Способ довольно-таки простой, в то же время эффективный. Желаю вам приятных выходных. А я пойду в подвал на поиски утерянных сокровищ. Всего вам доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok